приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы разберем письмо подписчика письмо очень интересно тем что каждый возможно увидит в нем что-то свое какую-то часть может воспринять на свой счет давайте чтобы не затягивать сначала зачитаю письмо оно не типовое то есть ситуация довольно таки неординарное но очень многогранные и действительно каждый может применить что-то к своей жизни письмо мне 33 года работаю моряком матросом по 6 месяцев в году на севере охотское море завозим технику оборудование взрывчатку и так далее на местные прииски работаю в основном на судовом кране приходится постоянно быть в огромном напряжении потому что все время качает нельзя повредить очень дорогой груз да еще не травмировать или убить людей все больше в последнее время думаю о уходе уволиться но каждый раз возвращаюсь обратно страшно потерять все это деньги боюсь потерять привожу примерно около 800 тысяч за полгода вместе с отпускными потому что развез сейчас постройку дома в краснодарском крае деньги утекают рекой а еще сработался с одним экипажем вместе уже пять лет живем довольно дружно на север меня тянет из-за природы ты бы знал как тут красиво лето очень короткое но и в этом промежутке виды потрясающие в горных речках валом рыбы постоянно рыбачим путешествуем на лодке наблюдаем за медведями их тут огромное количество а самое главное нет почти людей девственная природа где хозяева медведи мобильная связь тут очень редко появляется это плохая про интернет можно забыть порой как порой как это прекрасно на целый месяц вообще не знать что творится в мире даже дома знаешь когда находишься полгода дома начинаешь сидеть постоянно в интернете неограниченно разговаривать по телефону и через какое-то время начинаешь скучать по этим глухим диким местам только тут я начал много читать по твоему совету начал читать литературу про гулаг и полюбил солженицын солоневич шаламов гинсбург и так далее очень помогает задуматься о жизненных ценностях скачал дома на компьютер твои видео получилось 142 гигабайта смотрю читаю постоянно в каюте сейчас работаю 6 через 6 месяцев в моей жизни все бабы с которыми я жил были рсп и сам я сын рсп вот и сейчас такой уже три года то встречаемся тоже ем ей 30 лет я все понимаю что нужно ее бросать пытался насколько пытался несколько раз но почему-то не могу денег с меня не тянет у нее хроническая астма аллергия с со спиной проблемы я с ней бываю очень резок и груб бывает вымещаю свое зло на нее и ее пацана ему 9 лет она все терпит и плачет мне становится жаль и я решаю жить с ней дальше дольше она старается по возможности сплавить пацана родственникам потому что я не раз говорил что я его не люблю и он меня злит до 29 лет я очень много пил и курил денег всегда хватало на куражи мне и друзьям а когда деньги кончались то сразу в море зарабатывать потом один хороший травокур уговорил закодироваться и вот я уже четыре года полностью трезв потихоньку стали мозги стали мозги и думать по-другому а потом вообще стал как него из матрицы удивляться новому миру сбежал из бабе ямы в которой в тот момент жил с рсп ее мама и пацаном что мама что она работали в тюрьме я понял надо валить в море переехал от старой жизни с дальнего востока в краснодарский край а сейчас сижу в своей каюте и который раз зарекаюсь покончить и с этой жизнью моряка но не могу найти в себе силы и может просто хочется уйти от людей почитать книгу подумать ведь в городе проблемы дела стройка хочется порой тишины как хочется порой тишины как найти в себе силы все бросить и уйти в творчество ягод сделал пожалуйста видео обзор этого письма так ну вот такое письмо очень интересное буквально несколько советов постараюсь дать по этому письму но как я уже сказал действительно кто-то какую-то грань может увидеть на своем примере поэтому письмо будет полезно многим и очень разным даже камрадам кто-то одну граню видит кто-то другую что касается в данный момент бросить работу редкое исключение но вот прям в данный момент не советовал бы то есть хотя бы еще один раз съездить вот так вот на полгода почему потому что бросок будет в никуда потому что здесь в интернете ну скажем так вот в этом обществе нету никаких зацепок все деньги из очень такого а социального места не антисоциального а не социального то есть как это деньги зарабатываются рядом с медведями вот и поэтому здесь сразу достаточно трудно будет какие-то деньги изыскать с другой стороны можно сделать заначку так вот все-таки переход на творчество перейти на творчество с чего я советовал бы начать переход на творчество полгода следующие полгода которые будет вот эта вахта снимать снимать контент для канала который потом начать раскручивать здесь на полгода ну когда вахты не будет и уже как раз когда будет как бы подходить время к следующей вахте уже будет видно за полгода раскрутилась творчество или нет вот этот контент и я думаю что он раскрутится потому что контент будет уникальный съемки до тех же медведей той же рыбалки в очень большом количестве то есть на момент за полгода на момент возвращения должны быть сотни роликов скорее всего и вполне возможно можно будет раскрутить свой канал поэтому сейчас сходу не советовал бы бросать и перед тем как бросать все-таки советовал бы посмотреть какая жизнь должна формироваться вот как конкретно тебе кажется то есть что должно но получится вместо этого это бросил что другое потому что сейчас есть альтернатива это альтернатива которые вне вахты она хуже то есть там медведи рыбалка хотя бы и тяжелая работа но зато развитие духовное а здесь что рсп то есть бросить ради чего что должно создаться ведь бросить вахту ради не вахты сейчас невыгодно потому что сейчас вахта это лучшая часть года полгода там полгода здесь. Полгода там это лучшие полгода. Потому что здесь грязь и деградация, по большому счету. С этой РСП, с ее там пацаном и так далее. Там рост. Поэтому как бы если бы здесь была жизнь, да, там отбываешь срок, здесь жизнь, но там отбываешь ради денег. Все понятно. Бросил и, как говорится, зажил полноценной жизнью. Но сейчас там свобода, а здесь трэш. И поэтому бросая вахту, нужно понимать, что и здесь нужно все будет менять. Начисто. Нужно будет поднимать здесь уровень выше, чем он сейчас на вахте. А в данный момент он ниже, чем сейчас на вахте. Вот это нужно понимать. И, соответственно, нужно понимать, как, что конкретно, как это будет выглядеть, из чего будет состоять жизнь. Вот день за днем. Как американцы говорят, day by day. Что делать? И, ну, сейчас тоже несколько моментов скажу. Дальше. Что касается вахты, я сказал. Что касается, скажем так, жизни здесь, на гражданке. Той же РСП. Советую задуматься, вообще, почему она сейчас есть рядом. И почему все, которые были, были РСП. То есть, сколько было поломано копии найти нормальную. Скорее всего, не так много. Не РСП. Скорее всего, РСП, по сути, на них тянуло. Может быть, это объяснялось тем, что, ну, легче. То есть, понятно, что привозя раз в полгода бабки, как бы, все равно РСП будет за это держаться. То, что не сливаю на нее деньги, да, здорово. Но РСП все равно будет оценивать потенциальный ресурс, условно говоря. И поэтому человек, который раз в полгода появляется с 800 тысячами, то понятно, что это очень заманчиво. Особенно, если это не Москва, то понятно, что это деньги большие. И поэтому все равно она будет какой-то баланс, стабильность чувствовать. В случае чего, как говорится, сейчас не тянет. Понадобится, потянет. Поэтому, легкость отношений. Да, может показаться так. Но советую рассмотреть вот какой вариант. Только ли легкостью заведения отношений обусловлено то, что всегда вокруг РСП. РСП, баби-ямы и так далее. Не кажется ли, что там, на севере, получаешь нечто такое, что жизнь делает слишком хорошей. Я не говорю сейчас про работу. Это цена. Работа, адская работа, может быть усталость, даже где-то подрыв здоровья. Но для развития получаешь нечто такое, что поднимает на неприятно хороший уровень духовный. Неприятно. То есть он очень хороший, чересчур хороший. И поэтому, когда возвращаешься сюда, то есть желание зашквариться, откровенно. Приправить жизнь говном, условно говоря. Потому что те высоты, до которых поднимает вот это созерцание, такое без общества, созерцание природы, творца в творении и так далее, скажем так, неподъемное немножечко, чересчур. И поэтому здесь желание найти какое-нибудь там трэшовое отношение, собственно, сорваться на какую-нибудь там мать-одиночку, причем даже сорваться именно для того, чтобы отношения стали еще потрэшовей. То есть разбавить жизнь дерьмом. Нужно ли оно? Я просто почему это так довольно уверенно говорю, я это заметил на себе на Афоне. Что иногда хорошо может быть много. Вот этого вот духовного роста, счастья, настоящего, истинного, неподдельного счастья, может быть много. И когда я находился на Афоне, я понимал, что вот здесь может быть максимум счастья из того, что я видел в жизни. Здесь самые счастливые люди, которых я видел в жизни, живут. И задаваясь вопросом, смог бы я там остаться, я понял, что нет. Слишком счастливым бы был. Слишком. И поэтому, да, жизнь нужно разбавлять дерьмом. Но стоит ли в данном случае это делать? Потому что полностью нивелирует рост. Я-то на Афоне 4 дня был. А полгода... Вообще, зачем эта РСП нужна рядом? Гормоны? Ну, полгода же с ними каким-то образом справляешься. Все. Зачем она? Кроме как разбавить жизнь дерьмом, она больше ничего не нужна. А стоит ли разбавлять жизнь дерьмом? Стоит ли за полгода просаживать те сокровища, которые приобретены за полгода? И это не 800 тысяч. Сейчас речь совсем не о деньгах. Там духовные сокровища приобретаются колоссальные. Стоит ли их замарывать? Потому что сейчас шаг вперед, шаг назад происходит в духовном плане. Может быть, лучше хотя бы ничего не делать на гражданке, скажем так. Может быть, хотя бы не зашкваривать. Я уж не говорю, сделать еще один шаг. Шаг и шаг. Пусть шаг и отсутствие шага. Потом в следующем году шаг и отсутствие шага. Медленно, но вперед. Нежели шаг и шаг назад. То есть, стоит ли вообще, нужны ли эти отношения? Зачем они нужны? Если полгода вполне можно без них обходиться, то получается, что социально, с гормональной точки зрения, они не нужны. И я не вижу иной надобности, кроме как загадить жизнь. Загадить то приобретенное, то светлое, что приобретено. Вот. Дальше. Только тут я начал много читать по твоему совету. Много читать. По твоему совету начал читать литературу про ГУЛАГ. И полюбил. Что именно полюбил? Дальше там идет Солженицын, Солодневич, Шаламов, Гинсбург. Гинсбург здесь немножко выбивается из ряда, но сейчас об этом не будем. Очень помогается задуматься о жизненных ценностях. Сначала до... Так, ну ладно, скачал это уже другое. Что именно полюбил? Не кажется ли, предположу, не утверждаю, не кажется ли, что параллель с собственной жизнью увидел? В чем параллель? Вахта это, конечно, не ГУЛАГ, это близко не те условия, но тем не менее. Параллель в том, что истинный духовный опыт обретается через страдания. Там, в ГУЛАГе, ну это супер-пупер. Здесь, на Вахте, ну, некий отсвет, скажем так, того, что там. Но тем не менее, в изобилии, в праздности духовный опыт почти не приобретается. Или же приобретается очень медленно. И не кажется ли, что это выход некоторый, когда задаешься вопросом, нахрена работать по 12 часов там на вахте, нахрена там с медведями жить, то вот именно ГУЛАГ-то, как раз литература о ГУЛАГе, это и есть выход. Как нафига? Многие, например, люди, которые прошли ГУЛАГ, называли вот эту отсветку лучшим временем в своей жизни. Лучшим временем. Бред, казалось бы, да? Клопы зажирают, смерть рядом ходит, голод, холод. Лучшее время в жизни. С чем мерить? Каким измерением мерить? Если легкостью жизни, это худшее время в жизни. Если развитием, КПД развития, это лучшее время в жизни. Если абстрагируются от страданий, да, КПД духовного роста там будет максимально высоким. До определенного уровня, если человек не сломается. Поэтому для кого-то это было лучшее время в жизни. И вполне возможно, что литература о ГУЛАГе является неким оправданием вот этих страданий на вахте. Страданий жизни с медведями. Потому что показывают, каким образом люди на высшем уровне брали духовный рост. Высшими страданиями. А здесь высокий уровень. Я не говорю, что он низкий. Он высокий, но не высший. Тоже опыт через страдания. Но не тем ли более глупо перечеркивать все это, полученное общением с какой-то РСПХой. За шкваром каким-то. Попыткой вот это выстроить. Что? Ради чего? Ради светлого будущего? Какой-то семьи там? Душа в душу. Ради чего? Что впереди? Перепихнуться? Но это дешевле, скажем так, к профессионалкам обратиться. Создать семью? Какую семью? С кем? Вот с ней? И с этим там мальчиком 9-летним? С кем семью создавать? Какую семью? Она пригодна для семьи, но это же бред. Ради чего? Все это поддерживает. Зачем оно нужно? Вот. Поэтому советовал бы просто вычистить грязь из своей жизни. Я это к чему говорю? Что я же сказал, что придется после ухода оттуда придется резко поднимать уровень жизни здесь. Духовный уровень. И разумеется, это, конечно, не жизнь с РСП. Уходить с вахты, чтобы жить с РСП 12, а не 6 месяцев? Ну, глупо. Довольно. В духовном плане это очень глупо. Дальше. Дом, который требует огромное количество денег. Не советовал бы. Для себя сейчас сделал выбор, что, наверное, постараюсь до конца жизни жить в арендном жилье. Так проще. Зачем этот дом? Он будет, бабок требуют сейчас при строительстве, он будет их требовать для поддержания. Чем больше, тем, соответственно, больше. для поддержания, там, где-то его поправить нужно, где-то что-то потекло, отвинтилось и так далее. Свой дом для чего? Мы мало живем на этой земле, несколько десятилетий. И что потом? Стервятникам этот дом оставлять? Для чего собственность нужна? Он будет тянуть деньги. И в этом плане приковывать к работе. Он будет стоять на одном месте и в этом плане приковывать к самому себе. Трудно довольно-таки поехать в путешествие, когда построил за 5 миллионов дом, к примеру. Зачем построил? Чтобы поставить его под дождем и уехать? То есть он будет приковывать. Дом это гиря к ноге. Очень колоссальная. Во-первых, в плане необходимости зарабатывать. Во-вторых, в плане, что из него и не уедешь-то. А если вот придет в голову мыс попутешествовать два года? Накопить денег и просто два года жить в разных местах? Что, дом бросить? Чтобы его там обнесли, сожгли или же он просто обветшал? То есть он как-то уже тоже прицепит. Не вижу надобности сейчас строить дом. То есть какую-то мелкую хибару, да, можно. Но лучше съем. Просто жить съемом. Так проще. По деньгам. Я считал по деньгам. То есть по деньгам это выйдет где-то, вот мне, например, в 38 лет, при ожидаемой продолжительности жизни, мной ожидаемой, чтобы снимать жилье, скажем так, я заплачу примерно полтора, полторы-две цены жилья, которую бы купил. То есть, ну, чем больше, тем больше, да, чем круче будешь снимать, дороже платить за съем, тем дороже жилье, в котором ты живешь, съемное. Соответственно, заплатишь за жизнь примерно полторы-две цены съемного жилья. Там, однушка так однушка, двушка так двушка, неважно. Так вот, полторы-две цены при средней продолжительности жизни. Но за эти деньги полная мобильность, полная, то есть я сегодня здесь снимаю, не понравилось, завтра там снимаю. Дальше, чистая экономия денег, которая вполне возможно очень здорово уравновесит, это ненадобность ремонта. То есть, если я что-то снял, оно там ломаться начало, я тут ни при чем. Если не по моей вине ломается. То есть, если там трубы потекли, что-то проржавело, ненадобность ремонта. А если мы говорим о доме, то там это очень много. Квартира не так. А дом, там больше намного нужно вкладываться, чтобы его поддерживать. Вот, то есть, часть денег отобьется просто ненадобностью ремонта. И, соответственно, никаких мыслей там, кому, каким стервятником потом это записать, кому это останется. Мобильность полнейшая. То есть, я для себя счел, что это намного лучше. А уж если говорить о том, что у кого-то денег нет, и он покупает в ипотеку, и платит еще проценты, то там вообще полностью получается покрытие. Там он тоже полторы-две цены заплатит, пока ипотеку выплатит процентами. То есть, он все плюсы, скажем так, теряет, а минусы получает, что это дороже. Короче говоря, дом я бы тоже, ну, не особо сейчас бы вкладывался в дом, но его нафиг, по большому счету. Ну, вот, собственно, такой ответ. Самое главное, что советовал бы сделать, предположить, что вот сейчас творчество, к примеру, выстрелило. Чем будешь заниматься конкретно? Чем здесь? Действительно, к медведям захочется. Но почему к медведям захочется? Потому что здесь трэш какой-то. Не знаю, мне бы от Респехи гуманоидом захотелось, к марсианам, не то, что к медведям. Если бы здесь у меня жизнь была, ну, с Респехой, например, почему к медведям-то захочется? Потому что здесь грязь. Ну, так вот, надо подумать, каким образом, если вдруг творчество выстрелит, появятся деньги, каким образом здесь нормально жить, чтобы к медведям постоянно не хотелось бежать. Здесь можно сделать своих медведей, даже живя в цивилизации. То есть здесь можно оградить себя от нежелательного общения, дозировать желательное и так далее. То есть здесь можно сделать чистоту. Жизнь в цивилизации это не обязательно социальная грязь. Это не обязательно духовная грязь. Во многом мы делаем ее сами. Поэтому намного проще очистить здесь жизнь, и сейчас это нужно начинать, и все, в принципе, нормально будет. Не обязательно бежать к медведям всегда, чтобы чувствовать чистоту. Иногда ее можно чувствовать и здесь. Просто очень правильно чистить свое жилище духовное. Ну вот, такие соображения. Ну и да, в любом случае я бы советовал нацеливаться на то, что оттуда нужно уходить. Потому что я понимаю сложность работы. То есть здоровье там можно и просадить. Очень здорово. Поэтому, ну, вот единственное, посоветовал бы, наверное, одну вахту, скажем так, принять решение уйти в начале вахты. То есть вот эта вахта последняя. И вот еще что. На этом закончу. В любом случае, наверняка, было впечатление, что как бы вот я на этой вахте страдаю. Да, есть некоторые плюсы там, рыбалка, медведи, но все-таки страдаю. Так вот, когда примешь решение, что эта вахта последняя, что советовал бы сделать? Максимально ее полюбить. Эту вахту. От любого предмета мы получаем опыт в жизни, тем больше, чем больше его приемлем. Если мы говорим изначально, что это дрянь и вообще гадость, то мы не получим там опыта никакого. Ну, либо получим минимальный. Если же мы предметом готовы дышать, готовы его там пить, не знаю, проникаться им, то вот тут-то опыт и получим. То есть, первое, принять решение, что эта вахта последняя. И поэтому уже не будет угнетать, что меня эти вахты там в гроб угонят. И исходя из этого, легче будет последнюю вахту полюбить. То есть, посмотреть на страдания, на тяжелую работу, как, ну, на помехи, на изображении, но максимально вдохнуть последнюю вахту. Там до хрена всего, ну, много того, что нет здесь, в этой жизни. И поэтому опыт там есть. Другой вариант, сколько получится его получить, ну, вдохнуть, воспринять этого опыта. И поэтому последняя вахта, если удастся ее полюбить, вполне возможно, опыт удаст, как все предыдущие. Но надо ей дышать. Вот. Единственное, дав себе зарок, что если вдруг она за полгода понравится настолько, что придет решение не бросать, тем не менее бросать. Потому что решение о бросании принято уже на трезвую голову. Но потом попытаться получить некую эйфорию от этой вахты. Максимально, вот оно, творение Божие. Это даст очень серьезный духовный бросок вверх. Но, опять же, понимая, что это еще больше поднимет духовный уровень, и, соответственно, бросив вахту, здесь жизнь нужно будет еще больше вычистить в духовном плане. И готовиться к этому нужно уже сейчас. И да, повторюсь, конечно, это не респехи никакие, не баби-ямы. И, более того, это даже не поиск годный. Вахта, да еще и та, которую удалось полюбить, максимальное восприятие вот этого Божьего творения, нетронутого, и потом, даже брак с годной, это очень сильное падение. Это очень сильное зашкваривание, откровенно. Даже идеальный брак. То есть, здесь нужно будет уже тоже такую жизнь, в общем-то, частично отшельника-философа себе присматривать. Творческого отшельника-философа. Потому что какие-то отношения, отношалки, это уже не то. Это здорово, когда альтернатива бабе-яма, хорошее отношение, но когда альтернатива очень высокий полет на духовном уровне, и потом хорошее отношение, то это снижение. Вот. Поэтому нужно готовиться. Нужно хотя бы одну вахту поготовиться. Вот такие соображения. И да, надеюсь, кто-то заметит определенные грани вот этой жизни, этой судьбы, определенные грани, какие-то похожие на свою жизнь. И может быть, для своей жизни сделает выводы. Ну вот, такие соображения. Субтитры создавал DimaTorzok